Привет, друзья! Меня зовут Марк, вы на канале Бабки на Крипта, и это канал по заработку на криптовалюте. У нас сегодня на обзоре очень интересная тема, сегодня поговорим про торговых ботов на бирже OKX. Расскажу, какие боты существуют, несколько ботов с вами изучим, посмотрим. Также про каждого бота с вами почитаем, посмотрим, в чем у них разница, где можно торговать, почему вообще боты на данный момент являются таким интересным инструментом для заработка. В общем, сегодня все про боты. Опять же, в ботах я не эксперт, эксперт у нас рус, поэтому расскажу своим языком, как я понимаю данных ботов и как мне можно на этих ботах без знаний особых, да, можно будет зарабатывать. Но предварительно, конечно, мы вам рекомендуем подписываться на наш YouTube канал Бабки на Крипта. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Также, конечно же, не забывайте подписываться на нашу тележку, здесь постоянно выходит полезная информация, мы делаем это абсолютно бесплатно, поэтому подписывайтесь и не пропускайте ее. А мы давайте будем приступать, ведь мы уважаем ваше время. Итак, друзья, сегодня у нас тема боты. Почему мы эту тему выбрали конкретно на бирже OKX? Есть много бирж разных других, да, но данная биржа позволяет нам использовать данный инструмент более обдуманно, более аккуратно, так скажем. И есть много инструментов, вариаций этих ботов, как это можно здесь все, в принципе, делать. Плюсом ко всему комиссия здесь достаточно классная. И биржа сама по себе очень крутая и выдвигается в топы, это уже топ биржа 100%. Как минимум она может стоять уже на третьем месте после биржи Binance, Bybit. И явно третье место занимает уже OKX и по объемам, и по всему остальному. Плюсом ко всему данная биржа, она специализируется на создании данных ботов, оптимизации данных ботов. И для нас с вами, лично для меня, как для человека, который не сильно разбирается в данной теме, я плюс-минус понимаю, как это работает, но досконально я, конечно, этой темы не знаю. Поэтому я бы хотел эти ботов использовать для своей работы, для своего заработка, потому что бычка конфирмы, соответственно, да, все помним глаза Илона Маска в Твиттере. Данные боты очень хорошо будут показывать хорошую положительную динамику и заработок на бычьем тренде, ну и на уходящем, падающем рынке тоже в целом зарабатывать, конечно же, можно. Чего мы с вами вообще, в принципе, начнем? В первую очередь, конечно же, нам нужно зарегистрироваться на бирже OKX, ссылочку сможете найти в описании. Также, друзья, мы являемся официальными партнерами данной биржи, и для вас самые топовые, интересные, вкусные условия по скидкам, по каким-то акциям на комиссиях, все остальное, поэтому тоже этот момент учитывайте, и, как говорится, регистрируйтесь только по нашей ссылке, тогда все будет более-менее для вас интереснее, так скажем. В общем, смотрите, вы зашли, зарегистрировались, пошли верификацию, все стандартно, да, никаких удивительных тут вещей нет. Далее мы переходим во вкладочку «Торговля», здесь вкладочек много, но мы переходим в «Торговля» и нажимаем кнопку «Торговые боты». Сразу же в нее переходим, соответственно, и перед нами открывается вот эта вот страница, которая до этого была, и он просто показал, как в нее нужно и можно перейти. Здесь существует огромное количество разных ботов, здесь есть грид-боты, сигнальные торговые боты, боты DCA на фьючерсов, орбитажные боты и разделяющие всякие разные боты. Мы в данном видео рассмотрим лишь двух ботов, ну, два, две вариации, так скажем, ботов. Это грид-боты мы посмотрим и боты DCA. Откроем с вами одного из ботов сегодня, вот, к примеру, фьючерс наводит сей бота. Покажем, как, я покажу, как сделать настройки, все остальное. Поэтому в целом сейчас эти вопросики все изучим. Опять же, друзья, я не являюсь экспертом в данном направлении, да, поэтому все буду рассказывать своим языком, как говорится, без каких-то глубоких, особых терминов, потому что большинство тех, кто смотрит данный канал, слушает сейчас меня, в принципе, обладает такими же базовыми навыками в ботах, как, к примеру, я. Поэтому вы меня спокойно поймете. Рустам в этом плане более прокачан, да, скиллово в этом плане, поэтому он расскажет прям четко, прям подробно, все как надо. Я же расскажу простым языком, почему я выбираю этот инструмент. Итак, друзья, смотрите, мы сначала переходим в грид-ботов. В целом, для того, чтобы всю информацию по поводу этих ботов узнать, мы можем нажать кнопочку «Подробнее», и здесь все, по сути, будет перед вами, перед глазами. Можете сделать скриншот. Что же такое грид-бота? Это простая стратегия покупки по низкой цене и продажи по высокой. Эта стратегия направлена на то, чтобы извлечь выгоду из обычной волатильности цен на базовый актив. Размещаю ордер на покупку и продажу с определенными регулярными интервалами, выше и ниже, заранее определенных ценовых диапазонов. Проще говоря, вы покупаете, запускаете сетку, и бот у вас покупает по определенной цене, и продает, соответственно, по цене, которая немножко выросла. И вот таким образом это происходит. Здесь очень важно в данном боте выбрать пару, которая действительно, как говорится, подходит под данного бота. Потому что не все пары, которые существуют на рынке, на бирже OKX, они подходят под спотовый грид-ботов. Поэтому здесь нужно четко смотреть, выбирать и, соответственно, изучать. Если у вас вопросы по данному боту есть, пишите либо в комментариях, либо заходите в наш телеграм-канал, залетайте к нам, соответственно, в чатик. Здесь вот есть ссылочка, и пишите там вопросы по поводу ботов. Все расскажем, все покажем, и, как говорится, все изучим с вами вместе. Ну и, соответственно, боты DCA. Это фьючерсный бот. Здесь, соответственно, риски. Вы должны понимать, риски здесь всегда есть, и в том, и в другом варианте риски всегда есть. Мы находимся на рынке криптовалюты, где риски – это рабочий момент. Вы должны понимать, что боты – это не кнопка бабло. Не значит, что вы там запустили боты и начали зарабатывать там десятки, сотни тысяч долларов. Да, такое произойдет, но рассчитывать на это не нужно. Вы должны сначала все это дело изучить, вы новичок, и только потом уже больше рисковать, если хотите. Опять же, мы вас к этому не призываем. Исходите из своих рисков самостоятельно и вкладывайте эту сумму, которую вы в теории можете быть готовы потерять. По поводу фьючерсного DCA бота. Здесь, в принципе, схема около похожая, но все-таки разные механики здесь существуют. Также сразу переходим в вкладочку «Подробнее». DCA – это усреднение стоимости в долларах. Это простая трейдинговая стратегия, которая помогает вам создать или развернуть позицию, минимизировав рыночные риски. Эта стратегия распределяет ордера через равные промежутки времени, чтобы на вашу позицию меньше влияло на время рынка. Если вы хотите создавать сбережения и средства в течение длительного срока, то этот бот для вас. На самом деле, здесь все написано определенно четко. Простым языком, если говоря. Особо риски, конечно, есть, но они не сильно высокие. Если вы будете самостоятельно вручную открывать, как говорится, сделки, смотреть. Давайте мы с вами попробуем какого-нибудь из этих ботов запустить. Я думаю, в принципе, по гридботам Рус проводил обучение, много-много рассказывал. Поэтому давайте сегодня посмотрим про бота DCA, как он, соответственно, работает. Вот мы зашли в эту вкладочку, перешли. Сейчас откроют новую страницу, вот он открыл. И перед нами справа открывается, соответственно, менюшка, где мы видим с вами вот такую подобную, к примеру, сетку. Настраивается бота тоже несложно. У нас есть ручная настройка, где вы полностью все шаги вписываете вручную. Прописываете шаги цены, прописываете тег профит и, соответственно, зацикл. Прописываете обязательно кредитное плечо. Это очень важный момент, потому что кредитное плечо может убить ваш депозит. Начальную маржу ордера, страховочную маржу пишите и максимальное количество пишите. Сколько здесь есть сеток. Соответственно, здесь у меня вот 8 сеток. Если мы с вами изменим, допустим, впишем 6, то поменяется. Если впишем 10, то будет, соответственно, больше. Чем больше сеток, ну в идеале, тем лучше. Просто чем больше сеток, тем больше у вас должен быть депозит. Поэтому здесь нужно отталкиваться от своего депозита и, исходя из этого, выстраивать, выбирать какую-то свою стратегию. По поводу стратегии здесь, в принципе, есть возможность использования уже отработанных стратегий других трейдеров. У нас есть вот такие вот стратегии ИИ, искусственного интеллекта в данном случае, где вы можете выбрать любую из этих стратегий и использовать ту, которая уже принесла проценты, принесла доход и уже сейчас зарабатывает. Поэтому вы можете, в принципе, использовать данную стратегию. У нас есть возможность выбрать прям вот то, что вы здесь хотите и посмотреть все это дело, как говорится, более подробно изучить. Ну, в любом случае, их изучаете, смотрите и только потом выбираете ту, которая вам больше всего подходит. К примеру, вот такая вот стратегия тоже может быть интересной. Она более направлена на растущий тренд. Мы увидим, что здесь сетки все-таки выстроены немножко вверх. Не на канальную, да, историю, как в канале торговли происходит, а вот именно все-таки происходит вот такой, вот таким моментом. Здесь обязательно посмотреть, даже если вы, даже если вы используете стратегию искусственного интеллекта, вы в любом случае должны обращать внимание на плечи. Это очень важно. Здесь нужно нажать только кнопочку создать и запустить данного бота и, в принципе, все. Никаких особых сложностей в этом плане у вас нет. Нет, если вы используете стратегию искусственного интеллекта. Для новичков это самый, самый такой хороший вариант. Поэтому тут, друзья, решать уже конкретно вам, какого из ботов, которые здесь есть на бирже, есть. У нас есть, как я уже сказал, грит-боты, которые торгуют на споте. У них меньше риски и меньше доход. Либо боты DCA, которые работают более рискованно, да, но и принести доход могут быть в разы, в несколько раз больше. Опять же, друзья, напомню, что это не кнопка бабло ни в коем случае. Вы должны в любом случае принимать риски, которые здесь есть. Данные боты могут позволить вам зарабатывать немалые деньги, да, если вы подойдете к этому с умом. Опять же, для меня, для человека, который в этом избирается не супер хорошо, а на базовом уровне, мне эти инструменты максимально подходят. И я их использую в своей торговле, в своей работе, в своем каком-то варианте из доходов, конечно же, буду. И буду использовать это исключительно на бирже OKX, потому что биржа OKX на данный момент является такой самой интересной по автоматической, автоматизированной торговле. Поэтому тоже обратите на это внимание и регистрируйтесь на этой бирже, открывайте ботов по нашей ссылочке, которая будет в описании данного ролика. А так, в принципе, друзья, все, что я сегодня вам хотел сказать, я вам, в принципе, рассказал. Быстренько пробежались по ботам, которые существуют на данной бирже. Поговорили про каждого бота, чем он друг от друга отличается, также изучили немножко настройки. Опять же, если будут вопросы, обязательно, обязательно пишите нам в чат, мы будем вам помогать, мы будем разбираться, будем изучать, чтобы у вас все произошло четко. Вот вы сейчас ролик посмотрели, у вас возникла куча вопросов, бегите в чат, задавайте, будем вместе разбираться. Но я вам вновь рекомендую подписываться на наш YouTube канал Бабкина Крипта. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Меня зовут Марк, я благодарю каждого из вас за просмотр, хорошего дня, отличного настроения и самое главное, друзья, не теряйте свой кэш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok